Состояние рынка труда в Беларуси, вопросы занятости и миграции населения стали сегодня темой совещания у президента. Александр Лукашенко обратил особое внимание на проблему снижения численности трудоспособного населения. Отметил необходимость создания эффективного механизма перераспределения рабочей силы. От Министерства образования потребовал уходить от вчерашних стандартов в системе подготовки специалистов. Многие специалисты, обучаемые за счет бюджета, остаются невостребованными. И все потому, что система высшего образования основывается на потребностях вчерашнего дня и не готовит тех, кто реально нужен экономике страны. Значит, здесь вообще нет никакой организованности организации. Система образования, если она должна готовить по потребностям сегодняшнего дня, должна получать четкий и определенный заказ. Значит, и этого нет. Говоря о проблеме трудоустройства мигрантов, в частности, о потоке беженцев с Украиной, Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь примет всех, кто готов жить и трудиться в нашей стране. Вместе с тем, глава государства обратил внимание на необходимость участия в опыт Европы, где политика, направленная на привлечение трудовых мигрантов, не всегда была успешной. Александр Лукашенко потребовал максимально задействовать трудовые ресурсы Беларуси и не поощрять иждивенчество. На сегодняшний день около 500 тысяч граждан Беларуси не работают на экономику страны, однако пользуются всеми предоставляемыми социальными гарантиями и благами. Если мы не хотим межнациональных конфликтов у себя в стране, то надо задействовать беларусских граждан на полную катушку, а не плодить иждивенчество среди своих и привлекать иностранную рабочую силу на так называемую непрестижную работу. Как мне докладывают, около 500 тысяч наших граждан не задействованы в экономике страны. Ну пусть 100 тысяч это домохозяйки и работающие на собственном подворье, а 400 тысяч чем занимаются? Чем они заняты? За чей счет они живут? У нас есть, как милиция их называет, обязанные или как еще? Эти как работают? То на работу не ходят, приходится милиции их за руку водить, то еще куда-то что-то. Почему дальше не делаем шаги? Если он трудом устроен, обязан работать, обязанные вы их называете, и он не работает, почему мы дальше не принимаем к ним меры? Значит, надо им создать лагера соответствующие, огородить колючей проволокой и заставить работать на своих детей. Все эти так называемые бездельники пользуются всеми благами государства, получая бесплатное образование, медицинское обслуживание, оплачивая услуги ЖКХ по датируемым государством тарифам. Эти 400 тысяч, о которых я сказал. А потом еще приходят в государство и требуют достойную пенсию. Так кто на них будет работать? Кто на эту пенсию будет работать? Пора прокрещать это иждивенчество. Кобяков ответственный, смежуем за внесение предложений на эту тему. 400 тысяч должны быть вовлечены именем революции в работу. Бездельников не должно быть в стране. Предложения по усовершенствованию работы рынка труда подготовлены правительством, и сегодня они рассматривались с участием всех заинтересованных лиц. В ходе обсуждения внимание было сосредоточено на формировании оптимальной структуры трудовых ресурсов, планах подготовки и обеспечения квалифицированными кадрами национальной экономики, миграционной ситуации в стране и тенденциях внешней трудовой миграции.